Приветствую, зрители, ребят, девочки, мальчики. Прошу вас отнестись очень серьезно к этому видео. Это очень срочное и важное сообщение для вас. Обратите внимание, как я выгляжу. Какая у меня рубашка, как лицо мое выглядит. Обратите. Потому что, может быть, оно как-то изменится. Потому что еще две недели назад я выглядел вот так. Да, вы абсолютно правильно подумали. На меня напали. Причем не просто напали, а избили. И избили жестоко. Вот это висок. И здесь огромное рассечение. На рассечение наложили четыре шва. Ну и на теле есть еще ссадины и синяки. А все почему? Все потому, что я занимаюсь публицистикой. Я дорогие мои журналисты. И очень многое из моей деятельности я публикую на канале Тупой Комяк. У бандитов, которые на меня напали и избили, было требование. И требовали они удалить мои ролики в сети Ютуба. Какие именно? Самый лучший охранник в Ашане. Это прям серия из роликов. Там три ролика. Начинается с того, что я вижу просто и со стороны снимаю, как какой-то человек, гражданин в форме охранника, но не является охранником. У него нет личной карточки охранника. Я спрашивал. Он просто докапывался до людей. Вот докапывался именно. Делал вид работы. Не знаю, как это называется. Он подходил к людям, просил показать чек, просил показать сумки, пакеты. Человек еще не расплатился на кассе, стоял и расплачивался. А этот контролер типа охранника подходит уже и уже проверяет, что у него в сумках. Вот смысл этого всего, конечно, непонятен. Это было для меня дико, смешно и вообще непонятно, как это происходит. Естественно, я это снимал на видео. Я как блогер, как журналист не мог пройти мимо вот такого нарушения законодательства, мимо такого издевательства над людьми. Я это все снимал на видео. Ну а дальше уже потом вторая часть. Во второй части подходит Аслан. Это как раз организатор нападений на меня. Аслан Мансуров его зовут. Вот его фотография. Ну, а чтобы вы понимали, собственно, из-за чего сыр-бор, я немножечко прям нарежу, да, как было. Как я встретился с Асланом, с этим Асланом Мансуровым. Вот этот момент, посмотрите, пожалуйста. Мне интересно, как это он выявляет. Я подошел, спросил, как. Здравствуйте. Сотрудник охранника. Кто вы? Сотрудник охранника? Сотрудник охранника. А у вас есть карточка личного охранника? Ну а зачем она? Потом был момент, когда мы с ним спорили немножко. Вы нарушаете общественный порядок, так как... Нет, какая статья? Какую статью? Вот вы сейчас нарушаете... Ну какую статью именно? Вот вы достаете человека. Нет, я подошел спросил. Вот человек стоит на рабочем месте. Ну... Вот какие у вас потенции? А вас какие ко мне, вы сейчас меня достаете? Вот тогда видите, вот мы вас не достаем, мы уже у себя на работе. Ну а я у себя, а я у себя в стране, у меня нет. А потом еще был момент, когда за Аслана начал заступаться какой-то просто гражданин в обычной гражданской, так скажем, одежде. А потом оказалось, что это был его брат. Мы с ними нормально побеседовали. Они немножечко угрожали, но ничего такого ужасного не было. Побоев не было, никто не кидался на нас. И все, в принципе... А потом ушли. Я ушел, они разошлись, и все нормально было. Не было никаких претензий. И сами ребята, сами охранники сказали, да-да, снимай что хочешь и пока. Я тебе человеческим и русским языком сказал. Снимаешь что хочешь. Ну я что снимаю? Человека на работе оставь пока, понял? Почему? Потому. Мы друг друга поняли, все нормально, он смеет право. Пусть снимает. Пусть снимает. Пусть в магазине снимает, пусть на улице снимает. Правильно. Все, вот парень подошел, все красиво, все правильно объяснил. Я тоже так считаю, абсолютно. И я их тоже предупредил, что я занимаюсь публицистикой. Я обязательно потом это видео публикую в сетях. Просто расскажешь мне? Объясни. Объясни мне. Ты зачем снимаешь вообще вообще? Тебе интересный? Тебе интересный ответ? Да. Я публикую все в сетях. Они были предупреждены. Я свою работу провел, никаких конфликтов не было. Следовало бы к чему тут докопаться, но оказывается нет. И докопались. И я вам обязательно сейчас расскажу, почему собственно докопались, и что из этого всего получается. Три недели уже идет вот этот вот весь конфликт, угрозы, потом побои, потом все эти разбирательства. И на данный момент у меня уже сформировалась полностью мысль, идея, почему собственно они на меня так носили, гнобят, и бьют, и нападают. Много, часто мне пишут охранники, у меня было много роликов с охранниками. И, допустим, Абрам мне писал просто там, матерился, обзывался, мне писал, мои супруги, ну просто маты обзывы. Допустим, вот герой вот этой серии, самый лучший охранник Ашана, вот этот маленький парень, он мне тоже писал, вот посмотрите скрин. Вообще все очень чинно, благородно, без матов, все очень аккуратно. А Аслан, конечно, тут по-другому. Конечно, я сейчас понимаю почему, потому что, ну, я обычный простой русский парень, у меня нет во мне там много килограммов, и дурости во мне нет, и все, что я способен, это просто ходить с камерой, снимать, и общаться с людьми, общаться с охранниками, общаться с людьми. И я никогда никого там не вытаскиваю на драку. Единственное, когда было там, с перцем заливал, но это когда меня уже конкретно ломали, скручивали, мне приходилось. А тут они поняли, что я обычный, простой, и не собираюсь драться. И насели, насели, как обычные гопники. 12 августа он мне написал свое первое сообщение в ВКонтакте. Посмотрите. Там он признался, что это я, меня зовут Аслан и все такое, и попросил меня, чтобы я ему дал свой номер. Я, естественно, не хотел, потом он мне начал немножко раскрывать карты. И самое такое, удивительно, ужасное для меня было то, что он сказал, мне дали твою фотку, фотку твоей жены, видео твоего дома, начальство, там, где он работал. Арес в Ашане. И сказали, чтобы он мне сделал больно, плохо, побил меня. Все из-за того, что у нас там были какие-то прежние скандалы, разборки. То есть начальство Арес его натравило, так скажем, на меня. И тут же он писал, конечно, что они думают, что я чеченец, они думают, что я сразу пойду с кулаками, но я не такой, и все такое, все такое. Ну, в результате получилось такой. Естественно, вот мы это все общались, общались, и он мне попросил, дай свой номер телефона, я тебе один раз позвоню, клянусь, причем он сказал, клянусь Аллаху, не знаю, зачем он так говорит. Один раз позвоню, и все, больше потом беспокоить тебя не буду. Он мне позвонил, естественно, я отказал ролик убирать, потому что, говорю, надо другой ролик будет ставить, тогда давай что-нибудь замутим. Ну, я говорю, согласен, давай рассмотрим этот вариант. Я уберу ролик, мы потом другой какой-нибудь запилим против Ареса, потому что это он заставляет охранников так людей чморить. Но он не захотел, не захотел, разговор кончился, и потом было еще куча звонков и куча приставаний. Вот как он исполняет свои обещания, Аслан. Мне кажется, здесь не то, что вот такой, знаете, что типа не исполняет свои обещания, а просто он почувствовал запах крови, наверное, ему захотелось, вот опять же повторюсь, загнобить такого простого парня. Ну и вот, собственно, послушайте самый такой финальный звонок. Звонок этот был телефонный 17 августа утром, там в районе 10 часов. И вот, собственно, что он говорил. Достать человека в Москве, значит, это вообще не проблема. А почему меня доставать? Я вон здесь каждый день хожу. Нет, ты что, вообще, что ли, с того, что ли, в бар? А что такое? В смысле, что такое? Мы, что ли, придурки или какие-то клоны, чтобы бежать к тебе при людях, как дети, руками махаться, что ли? А, вы хотите руками махаться, что ли? Нет, такие дела не так решаются. Знаешь, Павел, вот ты, по-моему, еще там серьезно встречка там нигде не побывал. Значит, ты с нормальными чеченцами еще не сходился. Поэтому, вот... А, нормально-то, какие мне, чтобы понимать просто? Я просто не могу понимать. Вот смотри, если ты действительно хочешь диалог, да, то я, конечно, веду диалог и все. Но если это просто угроза, то... Нет, смотри... Вы угрожаете, а это будет, ну, другая история совсем. Павел, вот... То есть, вы угрожаете, чтобы понимать, угроза есть или нет. Павел, вот смотри... Вот, угроза, вот, знаешь, вот, от тебя, типа, если думаешь, что тебе, да, мне угрожают, типа, заявления, от тебя никто не возьмет. Это уже однозначно. А, то есть, вы с полицией договорились? Да какая разница тебе? Вот смотри, Павел, уже вот болтать мне уже, надрел я уже, заебался. Вот смотри, я тебе последний раз говорю человеческим языком. Ты уже... Вот смотри, вот, я уже вот, клянусь Аллаху, я тебя уже не буду предупреждать. Вот ты вот будешь ходить, вот, со своей, на гранте своей, гранта у тебя, по-моему, остальная или там, белая у тебя. Вот на машину вот своей езди, куда хочешь. Но, клянусь Аллаху, как мы тебя достанем, это не будет людь на месте. Ты будешь ждать, типа, тут люди будут, меня не будут бить, так, полицию... Нет, там не будет никакой полиции, там не будет никаких камер. Там вот для тебя вот защиты никакой не будет, понял? Как дети там наброситься, там, так и так, такого не будет. Это будет тихое вот место, только будем знать его только мы и наши. Понял, да? Наши, это кто? Полиция? Ну это, какая разница для тебя, смотри, вот смотри, вот у меня вот тут тысячи людей тут живут для меня, которые делают добро. Вот мы скажем, они запросто, вот, не только нам руки нельзя нам испачкать, они сами просто тебе вот глотку переглижут. Ты это знаешь, чеченство, ты знаешь. Просто ты, вот нами вот просто так, ну, делать я не был, понял, да? Вот мы тебе дозволили, типа, закинуть видео, так это, ты подумал, а, эти чеченцы тоже такие самые, как и русские. Нет, мы не такие, как русские. Если мы сказали, то убить, грызть, перерезать. Вот смотри, нам это не проблема, ты знаешь чеченцу. Вот зайди в любой канал, зайди везде, поищи, какие они чеченцы, истинные чеченцы, они будут держивать все или нет. В этом звуковом файле, который я вам сейчас продемонстрировал, все очень понятно. Я из Чечни, нас тут тысячи, мы тебя поймаем, накажем, мы, чеченцы, не такие, как вы, русские. Мы за свои слова отвечаем, если я сказал, я тебя порву, я тебя уничтожу, и так далее, и так далее, да? Вот суть такая. И я тут опять понял то, что, действительно, все сводится к тому, что они, чеченцы, они, вот именно вот эта их банда, я думаю, не все такие чеченцы, а вот именно эта банда гопников, сначала говорят одно, типа снимай, снимай, а потом нет, мы вот передумали, давай делай так, как нам надо, а иначе мы тебя загнобим. Вот они собрались там по какой-то своей этнической, по национальной принадлежности, и все, и решили меня загнобить. Это был телефонный звонок в 10 утра, потом где-то в 12, наверное, дня или в час дня, не помню, сейчас вот скрин. Он мне написал, что вот, мы знаем, оказывается, где ты находишься, твой офис рядом с Ашаном. Ну, я говорю, ну и ладно, знаете, я вообще-то не прячусь, я всегда здесь хожу и все время маячу. Все, время где-то подходило к 4, вечером я пошел по делам, я пошел на метро Ленинский проспект, подхожу к метро, ребят, вот здесь важный момент, я подхожу к метро Ленинский проспект и вижу Аслана. Да, именно Аслан подходил, и он идет в мою сторону, я думаю, ну сейчас будет конфликт, что-нибудь разбирательство, ну нет, он просто мимо прошел, кому-то позвонил и ушел. Ну ладно, иду себе дальше и все. А оказывается, в этот момент, возле метро Ленинский проспект, они меня ждали, они меня ждали, он показал своим гопникам, как я выгляжу и ушел, и поручил им типа меня бить. Я сел в метро, доехал до метро баррикадное, выхожу с метро баррикадное, перехожу дорогу, захожу в какой-то двор и все. Вот я иду, ребят, вот я просто иду, у меня наушники, в одной руке сумка, в другой руке гаджет, я иду. Иду и вот, вот что запомнил перед нападением, слева стояли два мужика, разговаривали, и справа сидел какой-то кавказец на клумбе на какой-то, все. Все, только я прохожу минут, метров 10, наверное, прошел, все, чувствую что-то, бах-бах, удар, я даже не понял, что поворачиваюсь, и тут такая рожа, что-то там, а-а-а-ай, все, удар, я поплыл, я помню, у меня все плывет, я падаю, а потом уже все в тумане, еле-еле встал, еле-еле убежал, ушел, даже не помню как. Вот примерно вот так вот они нападают, то есть он мне говорит, мы за свои слова отвечаем, мы тебя порвем, и натравил своих друзей, видать, чтобы самому не отвечать по закону, потому что на данный момент именно на тех ребят завели уголовное дело по 116, но не на него, понимаете, вот он так натравил своих друзей, типа, они мне добро сделают, натравил друзей, они напали, и их, конечно же, сейчас будут преследовать по закону. Напали сзади, потому что у меня был перец, если бы, естественно, напали спереди, я бы воспользовался перцем, а иначе бы еще и вдарил кому-нибудь и убежал бы, и все, и не получилось бы нападение, а тут сзади обязательно, чтобы получилось нападение, и самое главное, потом Аслан признался, что один нападал, а другой снимал, оказывается, те чуваки, которые рядом стояли, я думал, просто они стоят, два чувака, они, оказывается, снимали на видео, у них есть видео, он, конечно, мне не дает его пока, но вот такие вот дела. В самом видео я бы вам показал, как нападали, как это все происходило, но, к сожалению, полиция у нас так работает, что уже прошло несколько недель, они до сих пор не достали это видео, хотя я позвонил в безопасный город, забронировал все эти видео, все эти адреса, они сказали, да, все, мы сохранили для вас, приходите. Вот так примерно все происходило, так напали, и на данный момент до сих пор мне шлют угрозы. В принципе, я с руководством с ним обсудил, они, естественно, то же самое, как я тебе и говорил, то есть нужно что-нибудь другое туда засунуть вместо этого ролика. Вот смотри, ты предлагаешь, типа, я запись делаю, типа, там, так и так, что творится в Аслане, правильно? Ну да. Вот смотри, это твое руководство отвечает за твое здоровье, за твою жизнь. Вот о себе. Ну, личный вопрос. Ну, нет. Ну, вот, все, нет. Вот ты руководству передай, что они с теми людьми связались, раз. Вот тебе вот первое предупреждение сделано уже, во второй раз уже такого не будет. Там просто так там встанешь, потом уйдешь, этого не будет. Со всеми там нужными людьми поговорил, если человек не удаляет видео, мы все уже, это Аслан, ты не беспокойся. Или видео удалится, или это человек удалится, все. Там уже базар еще. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько это мерзкий, опасный человек. Я пытался с ним договориться на встречу. Я пытался, говорю ему, давай смотри, может быть, ваши старшие, главные в Чечне, как у вас принято, разберутся в нашей ситуации. Придут они, приду я, придешь ты, говорю. Мы встретимся, все обсудим, и они рассудят нас, кто прав, кто виноват. Не хочу. Аслан сказал, не хочу. Вот вам подтверждение. Просто, что получается по итогу, в сухом атакте, да, то есть, что мы имеем на данный момент. Что у нас есть национальная вражда. Ты собрал свои земляков по признаку национальному, ну, чеченцев. Игнобить меня. Я помню, дай договорю, пожалуйста, потом уже тебя выслушаю, обещаю. Договорю просто, чтобы мысль была у тебя. Я просто помнишь, тебе говорил, что если я обращусь к вашему руководству, да, там, к вашим каким-то там старшим, и объясню им ситуацию, и они скажут, что ты неправ. Ты отстанешь, ты говоришь, да, да, да. Вот я обратился к одному чеченцу, он работает у нас, у нас в компании в этой, как его, в журналистике. И он сказал, что тут, конечно же, надо просто поговорить все вместе, собраться и просто поговорить. Я предлагаю, ты там пригласи брата, и я приглашу вот этого коллегу чеченца. И чтобы не было национальной вражды, мы встретимся где-нибудь в Кагарине. Ты помнишь, ты сам говорил, ты же говорил, что ты чеченец, и ты за свои слова отвечаешь. Ты говорил, что если я обращусь к старшим вашим, и они скажут... Какие мои старшики? Где мои старшик? Где мои? У вас есть какие-то старшики? Ну, есть, конечно. Родственники и старшики, все есть. Давай, позовем твоих родственников. Давай, давай позовем твоих родственников. Куда? Куда? Маску? Куда-нибудь. Не, куда-нибудь, где? Ты вообще комик, понял, да, ты полностью чеченники. Ты че, я не могу тебе? Да, когда я буду обращаться к твоим старшим, я им вот эту запись предоставлю, что ты не хочешь решать вопрос. Ты не хочешь, тебе плевать, ты как бандит. Говоришь, убери, меня никто не волнует. Вот ты вот будешь для себя сделать вывод, что я бандит для тебя. Вот для тебя... И они так же сделают, понимаешь? И они, твои, так же сделают вывод. Потому что я иду на чем-то... Вот они, знаешь, насколько... Вот смотри, ты ничего не пытаешься... А ты нет. Ты просто болтаешь. Ну. Нет, ты не сам решаешь. Ты своих земляков и теченцев, своих земляков подставил. Подставил на национальную вражду. Потому что вы по признаку чеченской принадлежности объединились и меня гнобите. Избиваете меня, преследуете меня и угрожаете. Какие... И так же и сейчас дальше. Я тебе так сказал. Хочешь удаляй, хочешь не удаляй. Мне все равно. Ну, короче, ты не будешь решать вопрос. Все, мне главное зафиксируй, что ты не хочешь решать вопрос, чтобы вашим старшим показать, что я не пью на вас. Я вопрос только иным способом. Как я тебе ранее говорю. Ну вот, тебе на все плевать. Ты подставил своих земляков и на все плевать. Я тоже твоим землякам, которые участвуют с тобой в этой беспределе, я им тоже покажу, что тебе плевать на всех. Тебе главное, я, мне, мой, дядька, дядька твой в полиции работает. И поскольку он тебе сливает информацию, я информацию никакую не давал, кроме как полиции. И когда со мной что-то случится, попадет в первую очередь твой дядька. Поэтому и твой брат попадет. Эй, дядька, слушай. На брата тоже. Вот все, чтоб все попались. Только вот потом что-то... Главное меня. Вот видишь, вот она. Вот, видишь. Пускай все попадаются, главное меня загнобить. Вот у тебя, видишь, мотивация какая. Тебе плевать на правила, на приличие. Вот, блядь. Для меня загнобить. Для меня правила нет, как говорится. Для нас таких правил не существует. Все, спасибо. Раз ты сказал, все. Мне главное показать вашим старшим, что для тебя правил нет никаких. И сейчас решать вопрос не собираешься. Все? Решать вопрос я иным спросом могу, я тебе ранее сказал. Но я тебе говорю, его так... Хочешь, и болей, хочешь, не удаляй. Мне все равно. Город говорит со своим руководством. Меня это интересует, не волнует. Все, мне главное слышать, что ты не хочешь решать вопрос. Тебе ничего не важно. Все, я это твоим старшим покажу и все. Покажи кому угодно, кому угодно. Мне все равно, понял, да? Так вот я тебе и говорю то, что тебе все равно. Мне главное зафиксируй, что тебе все равно. Я тебе говорю, вот зафиксируй, все зафиксируй. То есть он ничего не хочет делать. Он просто жаждет крови моей просто так, потому что ему так нравится, ему так интересно. Вот у него есть ролики, мои фотки есть, есть друзья, которые помогают, лишь бы из меня избить. Он не хочет решить проблему, лишь бы меня избить. А еще самое интересное. Этот Аслан со своими друзьями, которые любят нападать сзади, он угрожает моей супруге. Вот вам один телефонный звонок. Это, кстати, 17 августа тоже было. В конце телефона разговора. Ну все, Настюхе передай привет. Настюху, мою жену зовут Настюха. И вот сейчас, в последние дни, он тоже начал меня в переписке. Вот вам скрины угрожают моей жене. Вот каково надо быть, каким надо быть таким смелым и отвечающим за свои слова мужиком, чтобы вот ни в чем не повинной маленькой девочке угрожать. И это я, конечно, не понимаю. Это отдельный вопрос вообще к нему. Вот, сука, герой. С потяжка, без всяких там этих претензий, еще чего-то. И убежал. Ну вот, в принципе, какие-то вещи я вам и показал. Конечно, всю нашу переписку, все наши телефоны, переговоры я вам не буду, там часами, наверное, если все собрать. А в день нападения, 17 августа, в вечер нападения, когда меня забрала уже скорая, когда меня уже зашили, там все вот эти таблетки дали, уколы и так далее. Обследование прошли, пришли блогеры. И когда они пришли, когда они узнали все, они вызвали полицию. Полиция не приехала до них, полиция не приехала во время, когда они там были. И потом тоже не приехали. Мне позвонили уже потом часов в 10 вечера, когда уже прошло часа 3, позвонили, говорят, ну что, как вы там? Я говорю, вы почему не приехали? Ну, не получилось. Удивительно. И вот к полиции отдельный, огромный вопрос. Но смотрите, что мы имеем в сухом остатке. Мы пришли в полицию, я написал заявление. Проходит несколько дней, тишина. Тишина. Я, естественно, звоню дознавателю, говорю, что да как, вот по 116-е завели уголовное дело. Только на нападающих. Но я же говорю, там же ситуация-то трудная, мне же угрожают постоянно, на меня же охотятся, меня выслеживают. Ну, ничего поделать не можем. Мы взяли с юристом, с адвокатом, приехали туда опять. И вот что получилось, это просто был, я не знаю, как это назвать, посмотрите сами, потому что мы объяснили дознавателю, что происходит, что нам угрозы, что там у них есть видео, они на видео снимали, как меня избивали. И у них есть переписка, куда он скидывал мои фотографии, вполне возможно, потому что он людей натравливал на меня. А что сделал дознаватель, посмотрите сами. Вот, который по телефону, как вот этого товарища? Аслан. Вот. У нас все данные, есть дело работы с девчонками. Он? Ну как не в Москве, если вы не виделись? Добрый вечер. Аслана, могу слышать? Орлова моя фамилия, Анна Анатольевна меня зовут, я заместитель, да, мне тоже, заместитель начального отделения дознания Пресненского района. Мне вас необходимо допросить, в качестве свидетеля пока, по уголовному делу возбужденному. По возбужденному уголовному делу, по поводу угроз нападения на человека. То есть, дознаватель, чтобы вы поняли, не стала строить стратегии, планы, да, какие-то, захвата, как это все лучше вычислить его, как лучше сделать так, чтобы все эти данные сохранились у нас и были в качестве доказательной базы. Действительно, убедиться в том же, что у меня были угрозы, что было бандитское формирование с целью меня загнобить. То есть, ей это было все параллельно, абсолютно все равно. Вот, если бы я был продажным ментом, вот ни в коем случае не подумайте, что она продажная, что я про нее говорю, но вот я вот просто придумал. Подумал так, если бы я был продажным ментом, получил бы деньги от бандита, а ко мне бы пришел терпила пострадавший и сказал бы вот так, и так, и так, я бы взял и позвонил бы ему. Позвонил и сказал, ты что, у нас вот здесь все есть, все такое, все такое, теперь, ну вот, приходи. И, естественно, он не придет, естественно, он подтерет следы, естественно, он подготовится. Это, конечно, колоссальный, колоссальный эпик, я не знаю, вот что они там делают, как они готовятся к таким ситуациям. Конечно, может быть, как они и говорили, что они рассуждали в рамках 116-й статьи и так далее, и так далее. Но даже 116-й, это тоже уголовная статья. Почему нельзя работать нормально? Почему нельзя подумать с головой? Почему надо довести до трупа, а потом уже с трупом легче работать? Ты уже точно знаешь, что да, как, куда действует, и не надо стратегические какие-то планы вырабатывать. Печально, очень печально. Идем дальше. Мы, конечно, с этой всей ситуацией были недовольны. Пошли с адвокатом к начальнику, к начальнику МВД Пресненского района. Пошли и начали говорить. И вот вам видео подтверждение, он прямо на видео говорит, да, мы виноваты. Смотрите. Данное взятие в телефоне. А у него в телефоне материалы. Во! Вопросов нет. Терешей у него нет. Послушайте. Он подчистил. Мы представимся. Ну вы сейчас еще раз говорите. Мы виноваты. Вы хотите это лучше? Да, хотя бы. Да, я виноват. Хотя бы. Давай, если вы не хотите тогда общаться, вы виноваты. Я виноват, все. Вас не виноват. Вам проще от этого? Нет, не проще. Этот начальник действительно отнесся, как там, я не знаю, внимательно. Внимательно отнесся и позвонил куда-то. И вызвал какого-то специального опера. Опера пришел помогать, там все такое. И он в следственный комитет звонил тоже. Но вот вся их работа. Вот что мы имеем в сухом остатке. Естественно, передали дело оперативнику. Оперативник собрал всю информацию. Передал по нашим требованиям, по нашим большим просьбам, передал в следственный комитет. В следственном комитете уже неделю молчат. Им тоже плевать. Им точно такая же ситуация, как и с оперативниками. Все как бы да, хотят как бы. Они бы и с удовольствием, конечно, всех бы закрыли и поймали негодяев. Но вот не знают, не умеют, как не получается. Ни их среда, ни их сфера. Нет полномочий. Вот в итоге я остался один. И только обычные люди мне могут помочь. Вот что делать в такой ситуации? Может вы подскажете? Ну а вам теперь осталось только посмотреть ролик, когда все дело происходило в больнице. Это мое первое интервью было журналистам, блогерам, которые пришли ко мне в больницу. Посмотрите. С-8. Ну полтинник он, я его покупал. Вот тебе на будущее. Что-то не будешь покупать дорогих телефонов. Ой, какой я призумел. Но у тебя не против ударных же. Он тебя с родным чехлом, видимо, шел, да? Нет, это обычный чехол, блин. А так я вообще его без чехлов юзал вот так. Просто он уже, ну, начал царапаться там еще что-то. Какое мы тебя напоминаем. Твой обычный маршрут до баррикадной? Это нет, необычный. Обычный маршрут на метро, а потом уже с метро я уже по разным местам езжу. То есть они не могут... На баррикадной я вообще давно уже не ездил. Поэтому вчера ездил на Котельнике, позавчера я там... Увидел человека на Ленинском проспекте, 20 минут доехали вместе, пару минут отошел от баррикадки и получил удар сзади. И больше... Удара сколько было? Ну, один точно помню, потому что у меня все поплыло, все. А дальше уже как бы, ну, я отмахился как-то, я не помню. А с телефоном просто стало... Да, да, да. Какая схватка была какая-то? Нет, ничего такого не было. Что-то он орал там мне в лицо, я пытался как-то... Ты не видал человека? Нет, ну, я понял, что это кавказец, который сидел. А, который вот этот? Да, да, потому что хоть мутно было, но борода видно, черный видно там, да. Продолжать планируешь? Ну, да, я думаю, конечно. Тебе это не остановит? Это нет. Должно быть что-то посерьезнее, не знаю. Рассказывай, чтобы посерьезнее, чтобы люди знали, чтобы они знали, что, да. Ну, из тех угроз, которые они говорили, там вполне есть, они реализуют хоть что-нибудь. С охраной у тебя несколько драг было. Газом заливали, крутили тебе, руки тебе там ломали, в ответку прилетало. С кавказом получилось. Ну, что это, что тобой движет? Где в двигателе канал? А, я не знаю. Глупость, тупость. Ну, он тебя обучающий, понимаешь? На мой взгляд, да, вот, на мой взгляд, это основа. Показываешь людям, как не должно быть. Особенно вот эти, вот эти видео, которые, когда ты встаешь около кассы, разговариваешь по рации, и любой человек может нарушить права другого гражданина. А, ну да, да. Берет, берет, покажи сумку, покажи пакет. У нас настолько общество привыкло, что им манипулируют и жонглируют, говорят им, что покажи. МВД. Вот это, молодой человек? Да, да. Это он, да? Смотрите, друзья, вот у нас случайным образом как-то на Ленинском проспекте оказался вот этот гражданин, охранник. И через 20 минут наш товарищ Павел получил мощнейший удар в висок, ему шили бровь, соответственно, тут и сотрясение, и все. Вот, вот, ребята, давайте распространим вот этого красавца, который получает информацию о журналистах, да, Павел, у нас тоже журналист. Угрожать начинает и всеми детям, получает данные о прописке, где живет. То есть вот от этого гражданина, да, можно ждать любых действий. Давайте еще раз его посмотрим. Сотрудник Ошана, я так понимаю. Да, и мы в описании обязательно добавим, что это за персонаж. Вот, мы тоже хотим очень узнать, с кем он живет, откуда их тысячи, может он, большое мнение себе, вот этот товарищ. Давайте узнаем. Выражаю огромную благодарность всем, кто мне помогал, кто приезжал в больницу, блогерам, журналистам, юристам, которые мне помогают, до сих пор помогали. Я действительно никогда столько поддержки не чувствовал. Я всегда один, как вы видите на роликах, всегда один, и только жена со мной. А здесь прям, прям до глубины души меня тронула эта вся отзывчивость. Надеюсь, что-то из этого получится, и все-таки бандиты будут сидеть в тюрьме, и жулики наказаны. Хочу попросить вас, вы видели все эти фотографии, я вам сейчас еще раз покажу фотографию Аслана и его брата. Не буду показывать жену у Мусы, у брата Аслана. Не буду опускаться до такого уровня, как он со своими бандитами обсуждают мою жену. Но хотя бы их. Посмотрите эти фотки, поймите, как они выглядят. Если вы где-то их увидите, то, естественно, скидывайте информацию мне. Раз полиция, раз следственный комитет не хотят их искать, будем мы искать. Не подумайте ни в коем случае, что для физического расправа. Нет, мы найдем все данные и потом отдадим в полицию, потому что полиция не хочет искать. Ну а вас прошу, очень убедительно прошу, поддержите этот сюжет видео своими лайками, комментариями, репостами обязательно. Обращаюсь ко всем блогерам, которые имеют какую-то аудиторию. Именно общественный резонанс поможет нам в этом деле. Не оставайтесь в стороне. Прошу просто сделать репост. Есть под роликом в описании, есть ссылка прямо на Яндекс.Диск. Там есть ролик и со всеми данными. Посмотрите их, скачайте и опубликуйте на своем канале. Если вы думаете, что вас это не коснется, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Потому что вот вам часть телефонного разговора с этим же Асланом. Послушайте, что он говорит. Какие люди вот скоро тогда начнут исчезать с этого самого с Ютуба? Подобные тебе. Вот я тебе что скажу теперь уже. Вот какие-то подобные люди уже будут выкладывать видео тогда только редко. Только снимать людей уже вы не будете. Я тебе гарантирую это. Все, у кого будет похожий контент, вы будете пропадать. Реально пропадать будете. Ну а когда закончится такой контент, когда они всех там сотрут, всех украдут, изымут с лица земли, тогда дойдут до других контентов, которые им будет не нравиться. Ну а вообще ждите новые ролики на этом канале. Новости по этому делу. Вполне возможно, я буду публиковать. Если, конечно, останусь живой, даст бог, буду в целости и сохранности, то, конечно, буду публиковать видео, где буду рассказывать какие-нибудь особенности моих переговоров с этими бандитами. Ну и, конечно, буду рассказывать, делиться, как идет следствие. Удалось ли кого-нибудь привлечь или нет. Поэтому будьте на связи. Пока.